Специализированный межрайонный уголовный суд вынес вердикт в отношении 55-летнего жителя Шимкента, отца троих детей, младшему из которых едва исполнился годик. Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В течение почти трех лет он насиловал родную дочь подростка. Вначале девочка просто не понимала, что происходит. Когда ей исполнилось в 13-м году 14 лет, она уже понимала, что к чему. И после очередных таких действий со стороны ее отца, она получала психологическую травму. В стадии чего это сказывалось на ее успеваемости в школе. И классный руководитель заметил эти отклонения, никакого ответа не последовало со стороны потерпевшей. Она просто плакала. В результате чего в школе есть психологи, педагоги-психологи. Классный руководитель отвел ее к педагогу-психологу. И там психолог уже своими методами, задавая вопросы, выяснил от нее, что на протяжении нескольких лет ее родной отец намагается. Именно, что было принято решение пойти директору рассказать все. А потом они вызвали сотрудников полиции. При допросе матери выяснилось, что женщина была в курсе, девочка рассказывала ей о домогательствах со стороны родителя. Но женщина не поверила дочери. Только когда в дело вмешалась полиция, мать поняла всю серьезность ситуации и даже сообщила, что буквально за месяц до этого девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, пытаясь скрыть себе вены. В итоге папа попал на скамью подсудимых. Со стороны потерпевшей, в частности законных представителей потерпевшей матери, никакого прощения не было. Она вообще просила в суд, чтобы мы его пожизненно лишили свободы. Но такие преступления пожизненно не лишают. Но потом он был приговорен в 15-ти годах. Почти четверть всех преступлений против половой неприкосновенности детей совершают родители отцы. А первыми, кто может заметить и отреагировать на изменившееся поведение подростка, ставшего жертвой насилия, могут быть именно учителя школ. В целом, в ходе анализа по фактам половой неприкосновенности, нами выявлено, что 24% это незнакомые, 27% это соседи и 22% это родственники. В том числе есть и родители, и 25% общие знакомые. И за этого девушка в школу уже 4 дня не ходит. И в ходе наших рейдов... В отношении 55-летнего родителя приговор уже вступил в законную силу. А девочка-подросток до сих пор проходит специальную программу реабилитации.